Почему в Грузии полицейские не берут взяток? Не всегда так было. Люди помнят еще времена, когда при том же Шеварнадзе, чтобы поступить на службу в полицию Грузии надо было дать взятку. И на этом дело не останавливалось. Работал своего рода конвейер, когда рядовые полицейские обирали граждан, часть добычи отдавали своим начальникам, а те еще выше, на самый верх. В то время, в полиции Грузии было 70 тысяч сотрудников, а сейчас всего лишь 16 тысяч. Но взятки они уже не берут. Революция Росизменения в полиции Грузии начались с приходом к власти Михаила Саакашвили в 2004 году. Да, да, он не только галстук изживал, он еще и смог реформировать полицию. За два дня из полиции было уволено 30 тысяч сотрудников. ГАИ было упразднено. Три месяца Грузии обходилось без них. За это время было набрано примерно 1600 новых полицейских по конкурсу. Им выдано новые обмундирования, автомобили Volkswagen. Их зарплата в несколько раз была увеличена. Два года борьбы и победы. Но даже полностью смененная полиция, вооруженная и обученная по западным стандартам, не сразу стала такой, как сейчас. В первые два года новые полицейские тоже брали взятки, но потом перестали. Почему? За любую взятку их отправляли сразу на 10 лет в тюрьму. Сотрудники спецслужб предлагали решить вопрос на месте. Тех, кто не смог устоять от соблазнов, сразу крутили. Все это снимали и показывали по телевидению. Весь процесс, отдача взятки, до сидения на анарах. Таким образом, за два года было посажено около 500 оборотней. Проверки продолжаются и сейчас, но никто на это уже не ведется. Взяток уже полицейские Грузии не берут. А зачем? Кому хочется из уважаемого, хорошо зарабатывающего человека, превращаться в преступника-изгоя. Изменение в отношении к службе в полиции зарплата полицейского с начала реформу в 2004 году выросло с 70 до 1600 долларов. Но кроме этого изменилось и отношение к службе. Если раньше в полиции существовала так называемая корпоративная солидарность, когда стукачи среди полицейских презирались и наказывались, то теперь стало все наоборот. Предателями, бросившими тень на честь всего подразделения. На честь своих товарищей считают оборотней. Те, кто не донес на право нарушителя коллегу, также наказываются по всей строгости. Однако такие случаи единичны. Отношения к полицейским в Грузии новые полицейские не ограничились лишь чисткой своих рядов. Они пошли в школу с лекциями о правопорядке, стали проводить разъяснительную работу с населением, дарить женщинам цветы и многое другое. Постепенно, в обществе сложился положительный образ полицейского как борца за справедливость. Теперь дети во дворах играют в полицейских, мечтают ими стать, а ведь раньше хотели стать ворами в законе. Преступность резко сократилась. Этому способствовали жесткие принятые законы и то, что теперь откупиться уже стало невозможно. Если сейчас вы будете в Грузии, например, в том же Тбилиси, то, выглянув ночью вы увидите десятки включенных полицейских мелькающих огней. Это десятки экипажей постоянно курсируют по улицам города, всегда готовые прийти на помощь. Сейчас авторитет полиции в Грузии чрезвычайно высок. Около 87% процентов жителей Грузии доверяют своим полицейским. Выше доверия только у православной церкви. И как бы нам хотелось, чтобы в России стало так же. Поддержите, ставьте лайки, делитесь новостями с друзьями.